так волнуюсь как будто сам полечу итак приступаем к тестовой съемки сейчас у нас калибровка магнитометра начинаем с калибровки магнитометра так все главное спокойно волнуюсь потому что перед этим был разбит дрон ну что немножко надо подождать все вроде бы нормально нормально ну что начинаем все сигнал прошел раз два три четыре пять шесть семь девять десять калибровку все пикнул пикнул хорошо перри загружаем включая у нас тут не подключен передатчик его сейчас подключим закрыли подключаем передатчик есть картинка появилась да так что у нас там со спутниками спутников пока нету пока спутников нету что-то все появились спутники ну что так замылись пока режим режим без барометра без что-то ух ты бля надо от тренировать надо так так еще раз несет влево еще раз переносим вот сюда перенесем сюда так и у нас открылась крышка это не есть хорошо от удара еще раз переносим вот сюда включая удержание по высоте не не держит не держит так слишком слишком много слишком много унесло его так хорошо держание по высоте что-то у нас ваше 100 удержание по высоте у них так что 100 что то удержание по высоте не актив Еще раз Ну, давай Так Удержание точки По высоте что-то ни хрена не держит Стикер просто Так, удержание точки Удержание точки есть Так, развернем мы его Разворачиваю Разворачиваю Так Вот он у нас На меня Вроде бы Стик неудобно Конечно, надо все время контролировать Ага, вот так вот Что у нас тут Изображение Дребезжит Да, вот Так Провода Провода Мне не нравится Как он висит Высота Пропал сигнал Блин Что-то мне это не нравится Не нравится Медленно Слетает. Так. Так вот. Что-то сигнал неустойчивый. Какой-то блин. Прием. Инерция сохраняется. Не сильно, но... Еще. Тут у нас показывает не пойму я сколько показывает. 8 или 3. 8 метров показывает. Он висит в метре над землей. Что-то я блин. Так. Заряд у нас 38 процентов осталось. Ну посмотрим. Сейчас поменяем аккумулятор. Если вдруг он у нас... Выключаю спутник. Опять включаю. Спутник выключаю его. Или ветром его относит. Все может быть. Может быть ветерком сдувает. Что у нас с пидами? 36, 40, 40. Осталось 34 процента заряда аккумулятора. Надо не забывать его в центр держать. Собрал его блин. Так. Мне не нравится. Так. 11 спутников маловато. 12. Это очень мало. 11. Так. Максималку. Все будем проверять. В поле. Здесь не будем. Вот мы пока проверяем. Насколько схватит заряда. Сколько времени. 9 минут прошло. Заряд 31 процент. 10 минут. Мигает. 10 минут полета. Ну. Может быть меньше. Ну посмотрим. удержание точки с gps без gps полетел куда-то значит надо будет от тримировать его полетел он назад а если мы его перевернем куда он полетит хорошо мы вот его сюда сейчас отключаю gps и он летит назад вот значит надо будет тримировать его вперед включаю gps возвращаем нет подвеса пока первый полет не хочу рисковать как разбил уже камеру и подвес камера лежит кирпичом теперь надо искать кто бы отремонтировал одному отнес к сожалению он оказался опять 10 спутников маловато 10 спутников что же положение стика вот 45 процентов 47 ну где-то вот 47 придет 50 процентов он у нас летает ну-ка что мы тут видим стоп стоп вот он начинает пищать сигнализировать сигнализировать что заряд 20 процентов 20 процентов и он начинает сигнализировать но пока еще крутит заряд 17 процентов до нуля будем его 12 минут летает но почти 13 12 47 пока еще летает 13 процентов заряд аккумулятора предупреждает пищит что заряд слабо 9 процентов 7 процентов крутит опускаю опускаем и выпускаю 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 отключаю отключили ну вот первый полет давай проверим еще один аккумулятор сейчас проверим вот этот вот из вновь купленных который летает не больше двух минут летал у меня с банк той сам поэтому мы его сейчас и проверим проверяем аккумулятор на 2 и 8 апер часа насколько он соответствует хотя я тестировал при зарядке аккумулятор не соответствует посмотрим картинка здесь получше 6 спутников есть у нас можно взлетать заряд так 12 6 подняли сразу перешли в режим спутник и просел аккумулятор до 71 процента сразу а эти на 30 процентов сразу его объем уменьшился заряжался только сегодня то есть аккумулятор 68 долго летать не будет положение стика стика в пределах у меня 40 процентов так надо было подтримировать ну ладно хорошо займемся надо будет оттримировать вот мы убираем gps его понесло назад да хорошо это мы сделаем на 3 единички добавим направление дома нам показывает нет где-то так наискосок в порядке так вот это до 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 минут улетает минут улетает в общем понятно инерция надо будет педах не останавливается сразу но может быть от того что тяжелый принципе бэнг то есть он и свои базовые версии тоже не останавливается по инерции вот как отпустил стика он еще метр пролетает за хотя не самая большая скорость он пролетел и возвращается на место где стик отпустил так что надо регулировать так все вроде бы как неплохо мне не нужен гоночный дрон мне нужен круиз то есть для съемки чтобы управляемых был плавно летал не было вибрации то есть пока не могу оценить вибрацию вот сейчас он ко мне подлетает и вроде как управляется нормально только надо не забывать что здесь нет 49 процентов заряда аккумулятора вот я смотрю как как ведет себя дрон такие у него как вибрация есть есть вибрация тут никуда не денешься надо будет как-то регулировать вот он висит немножко как-то перекособочен заряд 45 процентов аккумулятора летает 4 минуты ну посмотрим что будет вот он ну там поднимается 12 метров 13 я высоко 16 17 заряд аккумулятора 38 37 процентов летает 6 минут учитывая что он просел летает так 2 метра метр показывает метр показывает и тут метр показывает и тут метр показывает так как выравниваем моего вот так это 32 процента 7 минут почти 8 минут летаем так мы летаем что-то пиды не пойму 36 40 40 это который сейчас или которую надо выставить будет мы проверим настройку зайду 25 процентов опускаем еще пока не пищит 8 минут летает 9 катастрофического ничего пока нет опускаем 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 опускаю ну вот так вот он пока пока 23 процента 24 процента 22 процента 9 минут летает ну посмотрим может быть следующий раз будет летать дольше 22 22 процента 10 и 4 заряд аккумулятора 10 и 4 вольта начинает пищать 10 минут прошло 18 процентов заряда 17 сейчас до 6 догоним 10 минут на баинтусе так бы он не полетал уже давно сел при этом заряде садится при 30 процента а здесь ведь еще летает то есть еще может лететь интересно что будет если когда в ноль ну давай вот так вот не сильно больно ударился висит держит точку держит изумительно надо проверить full сейф и надо проверить возврат домой но здесь я них не хочу не хочу делать этого потому что провода дома ветки так 8 процентов заряда аккумулятора 11 минут почти 12 держатся 77 процентов ждем что будет что будет 5 процентов 12 минут летает 4 процента 32 процента 99 заряд 1 процент и он летает еще так 0 процент 99 заряд 99 вольт 12 половиной минут летает но пока держит пока держит 9 и 8 держит все критическое 13 пищит что предпримет 9 и 7 9 и 6 сажаю все посадили и так какому выводу я пришел модель собранная на базе мотек f405s и она на много практичнее будем так говорить если подходить именно с практической точки зрения по всем всем параметрам ну во первых тот же аккумулятор который при использовании с бэнтой сам я возьму вот этот аккумулятор на 22 ампер часа которому уже три с лишним года если даже не 4 на котором из которым бэнтой 16 летал у меня но максимум 9 минут с натяжкой там зависимости от того какие винты какие пропелки я использовал но больше девяти нет обычно где-то даже до 8 то с этой моделью он у меня пролетал я уже высчитал точное время по видео он пролетал 14 минут до последнего модель управлялась и готова была совершить полет в любую заданную точку будем так говорить то есть не привязывался непосредственно к пульту единственное что на экране монитора он мне после 10 минут полета начал сигнализировать о том что дорогой пилот у вас уже прошло 10 минут полета и ограничивается заряд аккумулятора после того как начал на 20 процентах заряда у меня сигнализировать сам дрон подавать сигналы он у меня еще летал приличное время я думаю что этого времени вполне достаточно чтобы с точки удаления где-то до 1000 метров может быть даже больше вернуться по команде возврат домой вернуться на базу на место взлета с аккумулятором который я приобрел ну буквально вот недавно я вот этот на 2800 миллиампер часов или на 2,8 ампер часа вот этот аккумулятор я взял пару обычно беру пары почему пары потому что я иногда использую увеличиваю объем аккумулятора два раза то есть соединяю аккумуляторами помощи с помощью переходника вот такого переходника делаю один аккумулятор практически и увеличиваю объем аккумулятор в два раза то есть допустим если этот у меня два и два то два вместе это уже 44 а если это 2 и 8 то 5 и 6 но сразу вам скажу что на 2 и 8 они не тянут ну может быть потому что еще только я использовал их раза три поэтому они не набрали полного объема этот аккумулятор когда я использовал первый раз получил и подзарядил довел до максимума с баэнтойсом баэнтойс у меня пролетал менее двух минут около двух минут он продержался в воздухе и потом сел я пристал неуправляем он просто сил сейчас же он пролить пролетал у меня с этой модели 13 минут 13 минут причем просадка сразу после запуска двигателей просадка было 30 процентов 29 30 процентов по аккумулятору то есть он сразу разрядился до 70 процентов заряда хотя за час до его использования он у меня был заряжен зарядил его дополнил просесть он никак не мог поэтому с этим аккумулятором надо еще работать то есть его необходимо будет раза три четыре использовать на полетах потом может быть он выйдет на указанную мощность хотя я сомневаюсь потому что при разряде его до предела потом подзарядка до максимума он мне показал заряд максимальный объем где-то в пределах но 1800 1900 миллиампер часов то есть его вот объем был что будет позже я пока не знаю но буду пробовать в общем по экономии электроэнергии будем так использовать электроэнергии данная модель меня вполне устраивает то есть ф-405 очень себя хорошо показал но и работа моторов даже эти же моторы которые устанавливались на бэнтойсе и я их использовал в этом корпусе в корпусе бэнтойс x16 но с другим полетным контроллером с другими регуляторами он работает тише нет этого гула такого довольно таки тихо работает приемлемо но и вибрация нет такой сильной вибрации это еще при том что был первый это был только первый полет я уже внес некоторые коррективы по тем пидом которые были высвечены на мониторе во время полета значит я внес эти изменения в программу прошивку убрал лишнее с монитора то что не работает тоньше не показывает добавил вольтаж на каждую банку информация тоже иногда полезно хотя в принципе не особо важно если есть информация о разряде аккумулятора есть и показывает вольтаж аккумулятора этого вполне достаточно но и при том еще что и сам контроллер начинает сигнализировать по времени полета сколько уже квадрокоптер в полете начинает вас предупреждать мигать то есть масса информации которая не даст вам забыться и потерять свой дрон то есть принять вовремя решение о возврате его домой поэтому данная модель я еще раз и говорю данная модель меня вполне устраивает удовлетворила хотя я после неудачного второго полета в корпусе 7x8 переживал думал что будет будет хуже но на барометр я зря грешил я потом проверил не те цифры я смотрел по высоте высоту показывает четко вот и просто перепутал с расстоянием до дома он показывал постоянно практически одну и ту же цифру я смотрел думал что это он влет с высотой нет это учитывая что он крутился вокруг точки взлета поэтому расстояние практически не менялась ну основные испытания я думаю будут проведены в поле вот там мы попробуем и возврат домой fall safe и дальность полета качество сигнала видео сигнала качество сигнала управления я попробую его и с усилителем с антенным усилителем но пока погода не позволяет кроме того я хочу его еще проверить с двумя аккумуляторами вернее с тремя аккумуляторами потому что он у меня летал с двумя аккумуляторами вы видите у меня этот сзади аккумулятор литий-ионный который предназначен для питания передачи фпв передатчика и двухосевого подвеса затем еще испытания с двухосевым подвесом и камерой второй камерой которая предназначена для съемки непосредственно в воздухе то есть у меня на квадрокоптере две камеры курсовая устанавливается и камера для съемки поэтому это добавит 160 грамм веса думаю для него это не критично и если бы не слетал с этим совсем я думаю и F-405 он тоже уверенно справится со всем ну что еще я могу сказать по первому полету ну еще повторюсь что первым полетом в корпусе модели в корпусе БМТ-16 я доволен теперь жду уже прибыл в страну прибыл заказ на новый корпус Сима Х-8 я заказал черный корпус Сима в черном корпусе мне всегда нравился больше поэтому я сейчас заказал черный корпус и как только придет я соберу его в черном корпусе и потом также проведу при наличии погоды естественно будет погода значит проведем тестовые опять же тестовые испытания или полеты здесь недалеко от дома а потом уже при установившейся погоде выйду в поле и там проведу более тщательно проверку полетных качеств и модели в БМТ-17 и модели в Сима Х-8 ну вот все у меня по этому вопросу я думаю тему эту тему мы пока закрываем вернусь к ней скорее всего что не раньше чем через месяц всем всем привет привет всё Продолжение следует...